привет друзья рождество уже совсем близко и сегодня я вас хочу познакомить с дедом морозом из страны басков да да страна басков она настолько уникальна и не похожа ни на один другой регион не испании не европы что здесь есть даже свой дед мороз которого зовут оленцеро тоже такой оленцеро сейчас я вам расскажу поэтому усаживайтесь поудобнее перед своими экранами и наша рождественская сказка из страны басков начинается незадолго до рождества маленькие дети в стране басков получают классическое предупреждение если будешь себя плохо вести оленцеро вместо подарков принесет тебе черный уголь однако были времена когда подарок виде мешка угля был очень ценен так начинается легенда об оленцеро деде морозе из страны басков давным-давно в холодных и магических горах страны басков белокурая фея с длинными золотистыми волосами бродила по лесу в сопровождении своих маленьких лесных эльфов красных штанишках и когда фея устала и присела отдохнуть на берегу реки один из ее спутников предупредил что в так что-то движется и когда фея приблизилась она увидела брошенного маленького ребенка взяла его на руки и сказала я назову тебя оленцеро и дарю тебе силу отвагу и любовь на всю жизнь оленцеро в переводе с басков означает время добрых дел златовласая добрая фея отнесла аленцеро в соседний дом где жила супружеская пара у которой не было детей ребенок был принят с радостью аленцеро ни в чем не нуждался он вырос и жил счастливо помогая своему отцу из древесины делать уголь шо время родители аленцеро скончались и он остался один в своем маленьком домике в горах с годами он становился более угрюмым деревенским детишкам он и вовсе казался странным потому что пока они играли он все время работал однажды зима в горах страны басков пришла намного раньше обычного снегопады были настолько сильными что все жители заперлись своих домах практически никто из них не успел заготовить уголь чтобы согреться у камина в деревне все испытывали ужасный холод аленцеро был единственным кто работал весь год и поэтому у него было много угля однажды ночью он спустился со своей горы в деревню и оставил по мешку угля под дверью каждого дома на следующее утро жители деревне прыгали от счастья когда увидели мешки с углем ведь они понимали что в их дом пришло тепло аленцеро от этого было так радостно на душе что он решил делать это теперь каждый год однако жители усвоили горький урок и начали заготовку дров и угля с лета аленцеро решил что дарить древесный уголь больше нет смысла и начал дарить детям игрушки которые сам вырезал из дерева с тех пор каждый год 24 октября аленцеро спускается со своей горы чтобы согласно одной из легенд оповести о приходе кишми иисуса христа и принести свою доброту и рождественскую сказку каждый дом страны баска и нет ни одного баскова ребенка который бы не проснулся утром 25 декабря с подарками от аленцеро последние годы аленцеро спускается с горни в одиночку у баскова деда мороза есть своя снегурочка мари доминге этот персонаж появился совсем недавно и был придуман отделом культуры в городе сан-себастьяне в 1994 году позже мари доминге стала сопровождать аленцеро не только на нашем роскошном курорте но и по всей территории страны басков кто такая мари доминге для многих загадка одни говорят что она живет с аленцеро другие что она его просто добрая соседка подруга мари доминге весь год живет своем косырия и ухаживает за животными это известно достоверно они с аленцеро поддерживает друг друга помогают чем могут а 24 декабря спускается со своей горы к детям есть еще одна языческая версия происхождение аленцеро и она связана с бреваном празднование рождества в стране басков связан с очень древними языческими обрядами поклонения солнцу в эти даты на территории страны басков ранее отмечали приход начала зимы поскольку именно в эти дни меньше всего солнца древние обряды поклонения солнцу материализуется прежде всего через огонь который в определенные даты солнечного цикла всегда приобретает магический очищающий и защитный характер для людей вспомните наш обычай на ивана купалу перепрыгивать через костер это тоже языческие обычаи с этим поклонением солнцу по всей стране басков распространился обычай принести из леса домой большое бревно в жертву огню в жертву солнцу чтобы в ближайшем будущем привлечь этот огонь в качестве своего защитника и помощников процветания это бревно жертву сжигали в ночь зимнего солнцестояния по нынешним датам как раз это приходилось на канун рождества и огонь исходящий от этого бревна наделялся сверхъестественными силами пепел получены после сжигания этого бревна наделяли чудотворными свойствами и его развеивали по полям и им же посыпали скот для поддержания у него хорошего здоровья к чему я это все рассказываю дело в том что во многих уголках страны басков это полена получила имя алленцеро в связи с предзнаменованием тех благ которые приносят огонь и пепел от этого бревна еще одним символом современного рождества является ярко наряженная елка со множеством огоньков этот обычай хоть пришел в испанию из соседней франции в девятнадцатом веке но тоже имеет символизм и большую связь с баской языческой мифологией поэтому для басков новогодняя ель и то есть то самое полено принесенная из леса украшенная подарками едой и счастьем и новогодняя ель и и праздничном убранстве на котором светится тысяча огоньков символ солнца это символ изобилия это символ плодородия и счастья той семьи а в доме которой установлена эта елка на этом моя рождественская сказка заканчивается потому что мне уже очень сильно пахнет каштанами которые вот здесь вот рядышком продаются и я хочу вам всем пожелать счастливого рождества веселого нового года и чтобы тот новый год который мы все с таким нетерпением ждем наконец-то изменил все в лучшую сторону и чтобы у всех у нас наши мечты сбывались всем пока пока с вами была ваша елена вивас а